доброе утро у нас сегодня тема инклюзивность новая реальность меня как представил андрей воробьев зовут сергей гребенников чистая правда вот и про инклюзивности новую реальность давайте на самом первом этапе определимся что инклюзивность это не только истории связанные с доступом и проблемами в сети связанные с ограниченными возможностями здоровья это также и языковые барьеры это плохой доступ в интернет это все что связано с проблемами так или иначе которые у нас существуют в интернете и тема становится действительно важной не только наверное для российской федерации и рунета потому что людей с ограниченными возможностями здоровья все-таки немало и мы понимаем что доступ в интернет мы должны обеспечивать абсолютно всем коллеги я не буду наверное всех вот так вот друг за другом представлять а мы сейчас как начнем секцию как раз таки каждый представится расскажет о себе и от тех вещах которыми занимается потому что вряд ли вы прям так сходу всех хотите запомнить и услышать вот давайте мы начнем с романа дауда директора по развитию проекта мосру компании нота медиа роман у вас презентация и давайте посмотрим что вы делаете сегодня в москве и как развиваете сервисы для людей с ограниченными возможностями здоровья добрый день вам кликер нужен да да конечно собственно всем добрый день рад всех здесь видеть приветствовать немножко поговорим про принцип инклюзивной разработки собственно те принципы которые существуют вообще в мире да и конкретно те подходы которые применяются у нас при работе над порталом most.ru коротко обо мне я в целом постараюсь быть кратким потому что тема достаточно объемная но если я правильно понимаю мы не очень в тайминге про меня я собственно инженер я начинал как рядовой программист далее пошел по линии менеджмента сейчас считаю себя энтузиастом гибких металлологии разработки и очень много времени уделяю именно геймификации рабочего процесса и в целом игровым механиком в работе собственно о чем поговорим что себя включает понятие инклюзивность но об этом только что мы уже в целом сказали я пожалуй не буду останавливаться мы поговорим о критериях доступности веб-сайтов и мобильных приложений с какими сложностями сталкиваются разработчики своей повседневной работе над созданием этих продуктов про инклюзивный подход именно тот который применяется у нас на примере most.ru и собственно перспективы для развития инклюзивности в россии если говорить о людях с ограниченными возможностями здоровья то на данный момент эта цифра насчитывает 11 с половиной миллионов людей на россию то есть это примерно каждый 12 житель страны собственно это достаточно большая аудитория и нельзя не брать их интересы и возможности во внимание поэтому эта тема ну действительно важная я рад что она поднимается на таком высоком уровне какие бывают ограничения по здоровью это люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата люди с нарушением зрения люди с ментальными нарушениями люди с особенностями слуха и речи здесь приведены несколько полезных ссылок я не буду заостряться тоже на этом слайде можете сделать фото либо потом соответственно обратите себе вышлю презентацию на примере одного из этих сервисов мы сейчас разберем в частности как разные люди видят сайт most.ru то есть вот так выглядит страничка проекты города для человека не испытывающего проблем со зрением вот так она уже выглядит для людей с искаженным цветовосприятием то есть видите что она менялась достаточно сильно но на этом слайде мы можем увидеть еще один вариант как эта страница может выглядеть для людей здесь дислексии какие вообще есть критерии доступности веб-сайтов и мобильных приложений первое это простота то есть контент который есть на странице его можно увидеть и легко прочитать второе это легкость то есть этим контентом элементами управления можно управлять то есть мы можем легко переключать страницы и понимаем где какие элементы управления расположены мы можем легко дотянуться до них понятность это собственно все что касается интерфейса и того какое действие там каждая конкретная кнопка или любой другой элемент производит и собственно надежность когда мы говорим о том что продукт должен одинаково хорошо воспроизводиться на любых устройствах какие же принципы существуют для собственно разработки сайтов для людей с ограниченными возможностями во первых мы здесь говорим о высокой контрастности текста здесь также приведены примеры то есть минимальная контрастность три к одному я сомневаюсь что кто-то сейчас сидящий в зале может прочитать текст который указан ниже хорошая контрастность то есть текст читается но уже не с далекого расстояния и возможно кому-то уже приходится приглядываться и идеальная контрастность то есть это 7 к одному и выше пожалуйста пример я уверен что никто из вас не испытывает проблем с его прочтением также очень важно тестировать сайт на использование его с разными масштабами причем масштабом как всей страницы целиком так и измененным масштабом шрифта собственно здесь также видно как меняется страница при изменении масштаба в два раза для того чтобы проверить свой сайт на то насколько он соответствует собственно всем этим критериям существует ряд сервисов также буквально пару секунд на то чтобы успели сделать фото не будем заострять внимание на каждом из них следующий критерий это собственно продуманная навигация с использованием клавиш в частности на мосе вот есть достаточно сложный элемент когда есть главное меню и у пункта меню есть раскрывающийся под список собственно здесь видно что перед переключение фокуса с помощью клавиши tab этот список сразу разворачивается и есть возможность помощью кнопок перейти дальше уже к выбору под пунктов однозначные формировки и простые тексты это важно и в целом для восприятия человеком контента на нашей странице так и для использования собственно скрин ридеров или экранных дикторов дикторов о которых мы поговорим чуть позже конкретно здесь мы говорим вот о баннере связано с благотворительностью и вот пример кнопки когда мы не говорим там сделать взнос или что то такое то есть мы не используем сложное предложение мы просто пишем помочь соответственно это легко читается и человеком и экранным диктором и собственно мы сохраняем здесь критерии понятности прекрасный инструмент очень рекомендую называется простым языком вы можете загрузить туда любой текст и получить его индекс понятности то есть сервис оцифровывает любой текст в цифру которая вам говорит либо он понятен либо вам стоит над ним поработать еще до про экранный диктор я уже упомянул чуть больше про это будет в докладе моей коллеги юлия тановой тоже не буду заострять внимание если коротко для тех кто не понимает о чем вообще речь есть либо сторонние программы либо плагины для браузера которые могут зачитывать вам все что находится на странице это касается как текста так и изображений если они правильно оформлены и так и собственно всех элементов управления которые на странице присутствуют наиболее популярным у нас стране является программа nvda и собственно здесь есть ссылочка на ее русскоязычный сайт следующий критерий это собственно все что связано с возможностями управления важно предусматривать своих продуктах возможность управления с помощью клавиатуры жестами если мы говорим о смартфонах либо устройствах с камерой голосом и всеми остальными альтернативными способами если вы можете это предусмотреть с какими же сложностями сталкивается разработка собственно при работе с этими критериями первое и пожалуй самое главное что далеко не всегда разработка понимает потребности пользователей с ограниченными возможностями поскольку может не являться таковыми та же самая проблема возникает и в процессе тестирования здесь самый лучший вариант помимо использования сервисов которые упомянуты у меня это использование focus group это та обратная связь которую просто ничем не заменить и пользу от нее бесценно собственно этот подход в том числе применяется и на мосе это учет нормативных требований которые существуют в данной области ограниченность ресурсов и баланс между инклюзивностью и инновациями про этот пункт наверное особенно остановлюсь потому что часто мы будучи технарями гонимся за какими-то инновациями новыми технологиями новыми подходами к разработке может быть но не всегда все новое она учитывает собственно потребности максимального широкого круга лиц поэтому здесь приходится как раз таки этот баланс соблюдать ну и конечно так как это дополнительный фокус внимания все это влияет на стоимость разработки продуктов если говорить про мост то мы споведуем следующие принципы это внедрение инклюзивности самых первой стадии разработки проекта обеспечение постоянной поддержки вот следующий пункт все интерактивные элементы должны подписаны поясню это как раз то что я упоминал в части скринридеров про изображение мы с вами видим изображение но на самом деле технология позволяет каждому изображению добавить еще небольшой тег который рассказывает о том что на этом изображении содержится и для людей которые не имеют возможности увидеть изображение целиком использовать скринридер для них это собственно та информация которая могла бы пройти мимо них но сделав вот этот небольшой шаг мы собственно можем дополнить скажем так всю картину контента на нашей странице и собственно адаптированность навигации нашего портала в том числе для использования со скринридерами так у нас есть достаточно большой чек-лист критериев по которым мы сверяемся насколько та или иная часть нашего продукта соответствует принципам инклюзивности этот чек-лист состоит из семи ключевых разделов и более чем 80 пунктов тоже пожалуй не буду заострять внимание отчасти это все прикликается с теми критериями которых я упоминал раньше ну собственно да правильное указание языка подписи к изображениям о которых я уже сказал что касается перспектив вообще для развития инклюзивности в цифровых продуктах значит сложно загадывать какое-то далекое будущее хотя сейчас уже современные технологии они прям кричат о том что оно не такое что далекое я думаю что в вопросах инклюзивности мы будем все больше использовать искусственный интеллект особенно в части тестирования наших продуктов будут больше развиваться инструменты и плагины те же скринридеры возможно мы получим какой-то принципиально новый продукт в этой сфере будет развиваться обучение и сертификация потому что сейчас все стандарты и подходы которые существуют они носят больше рекомендательный характер и нету какого-то единого подхода собственно к применению инклюзивного подхода в продуктах увеличится поддержка мобильных устройств как сейчас наиболее слабого сегмента из вообще всех устройств которыми приходится работать собственно усовершенствуются стандарты доступности и увеличится интерактивность подводя итоги что же нужно для того чтобы считать ваши продукты инклюзивными да и считать что вы проповедуете этот подход тщательно проводить тестирование как я сказал идеальный вариант это использовать фокус-группы отслеживать законодательные инициативы иногда бывают отличные инициативы от бизнеса там в том числе вот коллеги из сбербанка активно работают в этом направлении и собственно учитывать и использовать все эти инновации ну а также быть в курсе всех новых решений которые в этой сфере появляются спасибо за внимание здесь есть ссылочка на мой телеграм если вдруг у вас остались какие-то вопросы либо вы захотите получить эту презентацию пишите с радостью отвечу и еще одна полезная ссылочка это собственно сайт not a media помимо каких-то собственных достижений мы выкладываем интересные кейсы и статьи также рекомендую почитать там в том числе есть и материалы по инклюзивности спасибо роман спасибо большое у меня будет к вам вопрос вот все таки когда мы говорим про инклюзивность хочется так чтобы это все раскатывалось на всю страну да не было только в москве вот у москвы в принципе неограниченный бюджет на все да вот ну захотели это сделали захотели то сделали захотели вот вот прям вот захотели сайт в оранжевый покрасить завтра покрасим а вот как быть с теми людьми у которых стоит очень остро вопрос доступа в сеть других регионах то есть может быть и должна быть какая-то федеральная программа они так точечно когда какие-то регионы могут себе что-то позволить а другие вообще никак мы все-таки понимаем что людей с ограниченными возможностями здоровья не только они проживают в москве но и в других регионах их немало и когда мы говорим про инклюзивность да мы ну то что из чего вы начали то что я начал начали говорить да это не только вопросы связанные с ограничением здоровья но и другие проблемы и я понимаю что в регионах этот вопрос сильно не решается я вот позволю с вами не согласиться потому что с одной стороны до москва находится впереди планеты всей как говорится с другой стороны то что я вижу по регионам все равно есть подобные инициативы и подобный подход применяется в проектах опять же здесь сама специфика обязывает нас вот разработчиков сайтов государственных органов использовать этот подход именно потому что там тот же мос это помимо информационного сайта это еще и сервисный сайт то есть если человек не может пользоваться этим сайтом это значит что он не может воспользоваться какими-то жизненно важными сервисами в своем городе вот поэтому с точки зрения сайтов госорганов я считаю что все не так плохо вот если говорить про коммерческой организации бизнеса я кстати очень рад что сегодня в зале собственно очень много представителей бизнеса есть я думаю что проблема скорее находится в области бизнеса что бизнес может не всегда учитывать проблемы людей с ограниченными возможностями кстати большой дискуссионный вопрос потому что государство может себе это позволить обиде реально не всегда может себе это позволить мы сегодня будем обсуждать это с бизнесом и вот маша колесникова например одна из идеологов универсального доступа которая более борется мне кажется с бизнесом уже на протяжении лет момента когда менрф был зарегистрирован наверное и а воссы ныне там до до сих пор у нас нету в россии универсального принятия и бизнес как бы не очень шевелится по этому поводу я считаю то что мы вот сегодня с вами сидим на этой сцене об этом говорим это как раз таки очень большой шаг вот как раз таки для того чтобы донести бизнесу что во первых такая проблема существует а во вторых что это огромная аудитория которой надо уделять внимание так что ответ на ваш вопрос вот то что мы сейчас делаем мы в том числе собственно движем бизнес в этом направлении это прекрасно маша ты хотел сказать что дополнить или потом уже хорошо давайте перейдем тогда дальше продолжим про мос.ру юлия нанова которая занимается инклюзивный дизайн системы официального портала мэра и правительство москвы юля продолжите тогда презентацию романа и рассказ о том что делает москва для того чтобы всем было здорово спасибо большое я сегодня совсем про москву я решила поговорить о более наверное общей теме которая может затронуть многих наших сегодня слушателей да меня зовут атанова юля я руковожу инклюзивный дизайн систем портала мос.ру с романом мы коллеги так или иначе наши прямые пользователи но я сегодня хочу поговорить с вами про одну очень интересную вещь которая называется версия для слабовидящих давайте попробуем немножко это утро развеселить и добавим интерактива коллеги кто из вас в зале поднимите пожалуйста руки считает это очень важным инструментом с точки зрения доступности интерфейсов больше половины я сегодня развенчаю для вас этот миф поехали давайте для начала разберемся что такое в принципе версия для слабовидящих это отдельная rss версия то есть это отдельная верстка отдельная сборка отдельные деньги которая позволяет делает несколько вещей первое увеличивать размер шрифта во вторых менять сам шрифт в третьих менять цветовую палитру в четвертых озвучивать все что происходит на экране давайте по пунктам вы можете прямо сейчас достаточно смело залезть в свои собственные устройства и проверить а какая настройка шрифта стоит у вас в телефоне например я и моя мама ярые пользователи у меня уменьшенный шрифт у мамы увеличенный что это значит для нас с вами если мы используем с вами например мобильные приложения то соответственно система распознает какой шрифт для вас комфортный и сразу показывает вам приложение в комфортном для вас шрифте вам ничего не нужно подстраивать вам не нужно искать дополнительные кнопки примерно то же самое происходит с запоминанием в компьютере или настройкой в компьютере непосредственно в браузере вы можете настроить комфортный для себя размер шрифта и получать информацию сразу в удобном формате то же самое происходит и со шрифтом для нас с вами скорее всего не актуально мы привыкли что у каждого сайта свой стиль у нашей сегодняшней конференции один шрифт у портала mons.ru другое нас это не смущает но для людей например с дислексией это может быть важно кто не знает шрифт над которым очень любят смеяться дизайнеры комикс санс был придуман именно для дислексиков и наиболее хорошо и мечтается соответственно вы можете точно так же в настройке вашего устройства и телефона и компьютера настроить шрифт и если система его распознает вы автоматически получите контент в удобном для вас формате вам не нужно делать дополнительных действий есть ли в зале пользователи темной темы ну допустим половина это дочка так называемой версии или режима высокой контрастности которую можно настроить под себя которая просто вышла в публичное пространство эту версию можно настроить с любыми цветами соответственно на стороне портала вы можете подстроить систему так что опять же если у человека включена настройка да а если у человека серьезные проблемы со зрением и ему лучше видится в режиме высокой контрастности опять же ему не нужно искать дополнительную кнопку ему не нужно искать дополнительные настройки они включены у него в браузере мы просто их понимаем и применяем к той информации которую ему отдаем и она ему отдается в комфортном режиме плюс ко всему мы должны понимать что версия режима высокой контраст ой простите версия для слабовидящих не покрывает использование скайнридеров Роман начал про них говорить и да в целом пользование ассистивных технологий про скайнридеры остановлюсь отдельно это программа которая позволяет распознать любую информацию на вашем экране воспользоваться программой нажать на кнопку ввести данные в поле ввода открыть вкладку и так далее программ много разных некоторые из них предустановлены на устройствах например на windows или на mac и так далее соответственно некоторые вы можете поставить себе самостоятельно настроить под себя но в чем разница как раз почему версия слабовидящих не решает это конечно очень условные грубые изображения но показывающие проблему максимально наглядно если у вас не установлен правильный язык в коде страниц если у вас не подписаны кнопки или неправильно используются интерактивные элементы тот человек использующий скайнридер увидит интерфейс совершенно иначе и никакая версия для слабовидящих в этом нам с вами не поможет и собственно только использование и внедрение требований доступности инклюзивности может помочь нам сделать так чтобы пользователь видел интерфейс одинаково вне зависимости от того что в нем собственно происходит как это можно сделать есть международный стандарт на английском языке последняя версия 2.2 от 2.1 отличается только требования в основном по капче есть русскоязычная версия на которую ссылаются абсолютно все спикеры которые говорят так или иначе по инклюзию гост российские 19-го года но есть еще и законодательная инициатива которая делает исключение по сути в законодательстве Российской Федерации поясню все госты на территории Российской Федерации не носят обязательный характер вы можете их применять или нет это на ваше усмотрение а есть новое распоряжение министерства цифрового развития Российской Федерации которая вступает в силу в сентябре текущего года которая делает часть пунктов госта обязательным для всех государственных сайтов их подведомственных учреждений это значит что весь госсектор должен стать инклюзивным в обозримом для нас с вами будущем вот такие у меня новости спасибо спасибо большое давайте перейдем тогда к Александру Штангу студия Артемия Лебедева мне кажется вы очень много всего делаете вообще в разных направлениях но в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья вот расскажите про особенности дизайна и темы инклюзив вот что здесь есть особенного да добрый день я Александр Штанг технолог студии Артемия Лебедева расскажу немного про наш опыт внедрения инклюзии на веб-проектах но помимо того как сказали что студия студия у нас мульти дисциплинарная она занимается дизайном во всех сферах мы занимаемся дизайном среды там учитываем инклюзию занимаемся разработкой гаджетов следим за тем чтобы они соответствовали требованиям и касательно веба я приведу пример на основе как бы одного проекта который мы делали и немножко затронуть тему того что нам всем предстоит очень большая работа очень много работы для того чтобы все это работало для всех для всех абсолютно мы два года назад задумались о том чтобы сделать сайт конституции российской федерации и одна из целей того почему мы это решили сделать у людей было понимание что конституция это какой-то сложный юридический документ требующий каких-то пояснений и так далее пояснения мы оставили но через дизайн решили показать что по сути текст конституции достаточно прост и понятен как видно на главной странице конституции нет ничего лишнего только необходимые ссылки и вот емкое описание того что эта конституция из себя представляет чтобы пользователь который впервые попал на сайт понял с чем ему предстоит работать когда он будет изучать этот документ самый главный документ государства таких емких описаний там несколько порядка десятка но в общем не будем на них останавливаться если нажать на кнопку оглавления мы попадаем в понятную структуру где очень кратко примерно почти на один экран выведена вся структура конституции разбитая по разделам главам с их названиями содержащимися в них статьями если мы проходим дальше в главу мы видим структуру такого же вида достаточно понятную где есть перечисленные статьи содержащие пункты разбитые удобно на параграфы чтобы не отпугивая изучать конституцию сверху этого на этой странице есть навигационное меню каждое из статей содержит якорь и на сайте реализована возможность шеринга любой части статьи конституции можно выделить один какой-то отдельный кусок либо статью целиком пошарить ее процитировать и перейдя потом обратно на эту на этот сайт человек увидит выделенный выделенную часть текста и поймет как бы зачем это было нужно и продолжит изучение если ему требуется снизу к вопросу о доступности экран возможно стоило поднять чуть повыше снизу есть кнопка вызова плеера то есть помимо того чтобы изучить текст глазами и прочитать ее конституцию можно послушать на сайте конституции есть плеер он достаточно функционален там можно ускорять менять громкость переключать статьи одним кликом перематывать обратно и вперед и назад помимо этого когда проигрывается аудиофайл каждой статьи и да каждой статьи текст статьи выделяется вот таким вот цветом чтобы было понятно это сделано для быстрой для быстрого ориентирования того где сейчас происходит воспроизведение ну в общем чтобы быстро ориентироваться там перематывать дальше или читать или слушать дальше чтобы ознакомиться помимо текста и аудиоплеера на сайте есть ссылка на telegram bot внутри которого есть также все тексты конституции то есть перейдя туда если кому-то удобно можно ознакомиться с конституцией целиком прям там там есть тоже понятное навигационное меню и поиск по ключевым словам допустим граждане президент все это можно ввести там будут понятные ссылки и переходы к статьям помимо текста плеера и ссылки на telegram bot есть также pdf файл который можно поделиться с коллегами в россии и за рубежом в том числе это вторая цель этого сайта показать государством у которых тоже не все просто с визуальным представлением главного закона страны то что сайт можно делать такими даже для государственных решений и в pdf файл сверстан нашими дизайнерами отдельно там своя верстка свои стили но при этом он все аккуратно все тоже понятно как мы знаем pdf файлы недоступны по умолчанию но при этом мы находимся на сайте который содержит собственно дублирование этого pdf файла собственно саму конституцию так что этот вопрос у нас решен переход к следующему слайду я не совсем продумал но смысл в том что мы собираемся с дизайнерами и программистами в студии помимо общих семинаров отдельно с каждым мы проговариваем и пытаемся понять как бы в чем состоит их понимание проблем доступности или точнее как они вообще понимают себе доступность каждый в своей профессии и там иногда боремся с мифот с мифотворчеством когда люди не совсем понимают зачем это они считают что возможно это не совсем нужно что таких людей мало кому это требуется или что это очень сложно это конечно накладывает некоторые ограничения на то чтобы изучать технологии но на то мы профессионалы чтобы соответствовать вызовом которые перед нами ставят в том числе интернет индустрия то есть макеты которые приходят от дизайнеров попадают программистов они уже должны содержать необходимые UI киты описывающие взаимодействие в интерактивных элементах программист все это сделает и там потом меньше будет проблем на этапе тестирования чтобы сайты которые попадают в продакшн уже имели доступность свою доступную все доступные функции по умолчанию без необходимости внедрения ранее обсуждаемой кнопки версии для слабовидящих которая с 1 сентября будет не нужна точнее запрещена для государственных сайтов в первую очередь их подведомственным организациям вот вот так мы работаем спасибо за внимание я готов ответить если есть вопрос спасибо а вот скажите а вот ваш николай иронов он тоже умеет работать так чтобы создавать логотипы прототипы сайтов для людей с ограниченными возможностями здоровья как-то можно заложить к нему такие опции все зависит от того промпта который вы впишите в input когда забиваете как бы техническое задание для николая и если все описать так как нужно то он это сделает конечно и понятно что николай иронов пока что выдает только плоские плоские форматы изображений но при этом они на них же может быть основано что-то что потом превратится в что-то что-то что мы можем пощупать то есть не знаю насколько понятно я объясняю сейчас ну мне это понятно а все знают кто такой николай иронов николай иронов это дизайнер нейросеть который может генерировать логотипы и по вашему по вашему запросу он генерирует бесконечное количество вы выбираете нужные подходящие вам лично уже можно делать это без участия вообще любого работника студии без менеджеров абсолютно самостоятельно заходя на сайт видно и все это запрашивая ну я не занимался ироновым разработка иронова кстати стоит проверить его на доступность на эту форму но мы над всем этим работаем а вот кстати с точки зрения дизайна вот когда люди с ограниченными возможностями здоровья заходят на любой веб-сайт как они должны найти кнопку переключения на там свой режим кнопки для переключения на свой режим сейчас как бы как бы как бы это все объяснить ее да ее во первых не существует есть различные расширения и предлагаемые решения чтобы предустанавливать какие-либо приложения расширения в браузер или приложения на девайсы мобильные либо десктопные неважно чтобы покрывать какие-то потребности пользователей которые понимают что им нужно если эта технология существует они они как-либо узнают и начинают использовать и закрывают свою потребность но при этом сам сайт по умолчанию должен быть настолько понятным и не содержащим ограничений чтобы потребности в использовании подобных расширений не было но тем не менее все-таки я думаю что вот эта кнопка версия для слабовидящих она впоследствии может остаться даже на сайтах но она переименуется это будет что-то вроде темизации сайтов это когда пользователи пользователь действительно может донастроить отображение сайта под себя так как делают это люди которые у которых например очки как у меня мы без очков например увеличиваем масштаб в 200-300 процентов чтобы лучше видеть и таким же образом можно менять те же цвета которые были раньше заложены цвета размеры шифтов и так далее вот вы кстати правильно заметили а может быть действительно всем не заморачиваться вот до этого Роман говорил по поводу того что бизнесу нужно вкладываться а может быть один раз гуглу и яндексу и microsoft вложиться в том чтобы сделать классное расширение для своего браузера и тогда все веб-сайты будут классно открываться для людей с разными возможностями я думаю что здесь проблема она кроется не на стороне браузера а на стороне собственно самого ресурса потому что его интерфейс и его контент должны быть в первую очередь подготовленными это понятно что контент должен быть подготовлен но есть некие стандарты по которым так или иначе сайты разрабатываются да и программисты так или иначе стараются им следовать если в код будет заложена определенная работа с разными расширениями то тогда наверное это будет работать не совсем так просто не все зависит от программистов все ведь начинается с дизайна дизайнерские решения придумываются продумываются и потом реализуются и нельзя учесть всего я недавно изучал одно из расширений которая позволяет как раз менять вид внешний вид сайта это не была кнопка для слабовидящих это был отдельный прям виджет который можно встроить на сайт и у них была проблема прямо на их же демонстративной страничке когда я увеличил зум в два раза и увеличил размеры шрифта в два раза и у них там блок на блок наехал и все вот и с этим будет регулярно сталкиваться то есть нет универсального решения тут как раз вопрос о том что команда разрабатывающая конкретный сайт учитывает все сама чтобы не было подобных случаев ну понятно что когда человек он может тестирование сайта может дойти до таких пределов когда там увеличивание идет не в 200 процентов а в 500 насколько там браузер позволяет плюс еще что-нибудь там все сломать можно все что угодно отображение но мы говорим о разумном использовании веба при этом да как вы правильно сказали в коде не должно быть препятствий которые будут мешать использовать что-либо на что настроиться пользователь окей ну сейчас я вас отпущу еще один вопрос задам вот например я сейчас зашел на сайт московского метрополитена и попытался найти хоть какую-нибудь кнопочку либо отсылку для того чтобы если вдруг я слабовидящий как мне воспользоваться хоть чем-то на этом сайте на самом деле не нашел я этой кнопки метро у нас пользуется ну наверное там 70 процентов населения москвы и граждан которые приезжают я понимаю что в метро установлены сейчас специальные таблички по которой можно пощупать и посмотреть например слабовидящему зайти на сайт московского метрополитена и понять куда ему поехать почти невозможно я понял а вот алексей вы да хотите что-то добавить взяли микрофон хорошо ну хорошо у нас еще много времени целых 45 минут мы еще все успеем если что залезем на перерыв на обед и останемся без еды и ничего страшного останется для следующего кофе-брейка Максим Смирнов от директора в digital production jet style Максим поделитесь своим опытом работы с сайтами для людей с ограниченными возможностями здоровья и в принципе со всеми инклюзивными технологиями с которыми вы сталкивались ага да спасибо о супер да немного про себя про компанию мы как оказалось как и нота медиа всего на 10 лет младше младше рунета в этом году нам 20 лет мы занимаемся ким диджиталом и так случилось что последние годы у нас оказалось несколько проектов как раз связанных с инклюзией то есть первый проект это был наверное как раз приложение для удаленного занятия спортом для детей с ментальными особенностями а вторая штуковина это как раз пром дизайн tiflo flash player и про него я сегодня собственно и расскажу вкратце я пробегусь сначала расскажу как бы зачем вообще во времена когда у нас казалось бы есть телефон и у них из коробки идет как бы поддержка вообще как бы ну в общем из коробки идет поддержка ими можно пользоваться уже как бы просто купив в магазине зачем нужны узкоспециализированные устройства потом я расскажу некоторые инсайты которые мы нашли в процессе разработки ну и в завершении расскажу зачем вообще в целом почему важно и интерфейс и пром дизайн разрабатывать как бы ну либо там в одной компании либо в какой-то тесной связке между значит людьми в общем зачем нужны узкоспециализированные устройства если есть уже мобильники тут есть несколько моментов которые мы часть из них мы выяснили проводя как бы предпроектное исследование то есть беседуя с потенциальной аудиторией то есть у нас как бы были разные возрастные категории там люди с разной степенью потери зрения ну и часть инсайтов ну один там это прям такой личный опыт который застал меня в жизни ага первое что оказалось что ну например студентам ну или там молодым ребятам которые часто ходят на лекции они активно пользуются телефоном то есть телефон как бы их удовлетворяет вообще полностью на все там почти сто процентов но на лекциях прикольно иметь девайс который они используют просто как диктофон то есть они вот как бы притаскивают его ставят на парту включают кнопочку и он записывает лекции поэтому мы например вытащили специально вот кнопочка с маленькой точечкой в самом верху мы ее вытащили как бы отдельной кнопкой она ведет себя как не как все кнопки то есть у нее есть как бы положение включено и положение выключено если остальные кнопки мы просто нажимаем и не такие чпуньк то здесь как бы если он как бы включен то кнопка утоплена следующая штуковина это как раз вот я в какой-то момент работая над этим плеером оказался в больнице значит и у меня сосед был ну такой пожилой в общем мужчина он живет в целом в области в деревне он видит совсем плохо то есть один глаз у него совсем не видит второй он кое-как чего-то различает и он в какой-то момент бац достает значит тифло флеш плеер не вот этот вот который еще мы сделали а предыдущую версию я такой опа класс настоящий живой пользователь с которым как бы я могу ну прям естественно среди обитания пообщаться ну и я конечно задавал ему вопросов и оказалось что для него в частности ну то есть помимо того что как бы телефон у него кнопочный это ладно а тифло флеш плеер тифло флеш плеер для него оказался еще некий такой элемент социализации что ли вот он живет у себя там в маленькой деревушке где-то в области под Екатеринбургом но раз в месяц он садится в электричку едет в Екатеринбург идет в библиотеку в которой он меняет вот эти вот книжки которые как бы он прочитал карточки которые он прочитал берет новые и при этом как бы это у него такой способ ну просто пошевелиться способ там приехать пообщаться с людьми там не знаю пообщаться вот как раз с этими работниками библиотеки то есть для него это в общем такая социализация ну и еще есть штуковина ману специализацию ее я базовал то есть как бы частный случай это вот тот самый диктофон но вообще в целом как бы плеер еще некоторые люди используют например просто устройство которое лежит дома и оно заточено просто по чтению книг то есть как бы не надо лезть в телефон не надо там искать по папочкам открывать приложеньки искать нужные книжки то есть как бы вот она запущена отключены все лишние функции он умеет там только читать надо почитать взял почитал а там не знаю помимо этого например в этом плеере есть та же самая по моему кинопоиск подборка фильмов с тифлокомментированием в общем в этом плеере можно отключить все что хочешь и оставить только то что надо поэтому классная штуковина ааа что дальше так ага здесь тоже интересные штуковины на что нужно обращать внимание при проектировании физических вещей ааа вообще в общем как это ни странно но казалось что важна красота это прям был такой фидбэк от как раз тех же самых студентов они говорят что как бы да мы не видим эту штуковину но нам хочется чтобы когда я прихожу в институт и достаю значит твой вот этот вот плеер я хочу чтобы он выглядел хорошо красиво и классно ну кажется у нас получилось ааа еще интересное открытие которое для нас ну как бы непогруженных в тот момент стало интересной штуковиной а это то что ааа символы вообще-то не так важны то есть как бы все вот эти вот то чем мы привыкли значит вот эти вот сердечки звездочки снежинки там я не знаю еще что-нибудь привычные вот эти вот значит там символы с привычными метафорами а по большому счету ааа ребятам не важны то есть им куда важнее чтобы эти символы ааа были максимально контрастны друг другу чтобы их нельзя было спутать а будет там как бы я не знаю снежинка а или там сердечко как символ лайка там крести как символ удаления а ну или буква п вот как в нашем случае как там я не знаю помощь или подсказка это в общем не так важно а самая важная штуковина это как раз тактильная история и тут ну и я прям был удивлен потому что мы как бы ну помимо общения как бы потенциальной аудитории мы еще конечно же тестили различных конкурентов там все что существует на рынке а и был один плеер который ааа меня почему-то очень ааа в плохом смысле как бы ааа удивил а он вроде как бы принадлежит международной компании он вроде как бы давно на рынке но при этом когда мы взяли его в руки у него такой прям софт тач значит корпус его приятный он такой бархатный классный но когда ты наводишь пальцем на кнопку ааа у этой кнопки не срезаны фаски и она просто вот так вот значит ааа она просто режет пальцы а что делать как бы что происходит с этими кнопками когда ты на постоянной основе вот так вот по ним как бы возишь я я не знаю ну и в общем собственно а тут важно как раз проработать вот с этими вот фасочками с выступающими значит вот этими символами сделать так чтобы ааа они и считывались и при этом как бы они не доставляли дискомфорт в процессе использования ааа опять же еще одна штуковина которая ну нас поразило что в общем то как бы ааа для ребят не было аа устройство не было ни вверх и ни низа это мы такие берем значит нашу коробочку и вот такие понимаем что вот тут у нас вверх тут у нас вниз все классно ааа для ааа как бы вот вот тех людей с которыми мы общались а для них это просто коробка а она причем как бы большая часть вот этих вот плееров она была такая прямоугольная аа ну как бы это просто прямоугольник то есть у него как бы там как бы даже глядя на него сложно понять где у него вверх и где низ ну а на ощупь мне кажется что тоже как бы это сложно аа мы тут конечно же с этим поиграли и сделали ему ярко выраженный низ как нам кажется а он такой как бы джойстико подобный сейчас он тут вверх тормашками а то есть у него как бы к верху он сужается но при этом аа его можно поставить собственно как на основание так и вверх тормашками можно поставить он будет стоять нормально. Ну и вообще, как бы, вот эта вот форма джистика подобная, она еще была еще из одного требования, которое мы послушали. Это то, что вообще-то этот плеер очень часто, я не знаю, при перемещении даже по знакомому дому надо держать в одной руке. Ну и, собственно, поэтому у него, значит, вот эта вот форма джистика подобная, поэтому у него на спинке есть вот этот вот валик, за который удобно вот так вот схватиться его, ну и ты точно понимаешь, что он у тебя никуда не вывалится, это, я не знаю, ничего с ним не произойдет. Ага. Ну, прежде чем вот эту штуковину сказать, я, как это, в очередной раз скажу открытие, которое мы, в общем-то, поняли, как и в случае там с интерфейсами для ребят, значит, метальными особенностями, так и работая над этим плеером, что вообще-то как бы сама по себе инклюзия, делая, в общем, проекты, продукты удобными для вот той целевой аудитории, для которой мы разрабатываем, вообще-то получаются продукты удобные вообще для всех. То есть вот все, что я сказал вот про это, ну, кроме разве что, наверное, где вверх, где вниз, оно вообще как бы на 100% относится, я не знаю, там к пультам управления, к кликерам, который, кстати, вот этот кликер вообще суперзамечательный, я впервые с кликером не ошибся, с кнопочками. Поэтому мы как бы делаем не под каких-то конкретных людей, мы вообще-то делаем всем удобнее. Ну и последнее, почему важно разрабатывать цифровую и физическую часть устройства в связке. Тут, в общем, все просто, это сквозной пользовательский опыт. То есть на самом деле разрабатывать вот этот плеер мы начали с того, что к нам пришли ребята и сказали, у нас есть, ну, как бы, вот их предыдущая версия этого плеера, и там ужасный интерфейс. Там как бы просто отвратительный голосовой интерфейс. Но голосовой это не в смысле привычная нам Алиса, там салют, ну, вот эти все Алексы и прочие ребята. А голосовой это в смысле то, что у этих плееров, ну, как понятно, у них нет никакого дисплея, и как бы каждое нажатие кнопочки у них озвучивается каким-то голосом. Ну, не каким-то, а голосом. И мы, значит, сначала начали перебираться в структуре вот этого, значит, голосового интерфейса. Разработали классическую, в общем, такую примерно папочную структуру. То есть у нас есть там, кто они там, я не знаю, папки, подпапки. В общем, разложили, структурировали, сделали так, что, я не знаю, теперь в целом добавлять новые фичи можно до бесконечности вообще не в ущерб пользовательскому опыту. А потом уже после этого мы пошли, значит, разрабатывать и вот это вот его физическое воплощение, которое во многом как раз унаследовало вот ту самую структуру. То есть мы как бы взяли вот здесь вот выделили кнопки там отвечающие, ну, то есть в центре, если смотреть, у него там вот этот вот шарик. Это как раз-то самая основная навигация, там, я не знаю, пользоваться им можно, в общем-то, используя только вон те, вон, как бы вот кругляшочек, две стрелочки, ну, и кнопочки вот эти вот внизу, там, одна полосочка и две полосочки. Все остальные это такие более, больше такие какие-то сервисные и супердопфичи. И они сгруппированы как раз в соответствии вот с тем вот самым интерфейсом, который был внутри. При этом как бы если бы вдруг мы поняли там, я не знаю, в процессе вот здесь, вот как бы вот этой вот формы или тестирование, что отчета, в общем, как-то наша структура, придуманная там, она как будто бы не очень удачная, есть ли там какие-нибудь маленькие баги, то мы бы, в общем, в целом, как бы легко пошли сами же к себе и сказали, что давайте мы тут, в общем, что-нибудь доработаем. И эта история работает как бы, в общем, туда-сюда-обратно. Поэтому сквозной пользовательский опыт, он очень важен. Собственно, и все. Спасибо. Спасибо, Максим. А почему вы Тифло флешплеер штуковиной называете? Что-что? Тифло флешплеер штуковиной называете. Почему я его штуковиной называю? Ой, я не знаю, это мое слово паразит, моя проба в деформации. Я очень много вещей называю штуковиной. А, хорошо. А сколько стоит эта штуковинка? Это хороший вопрос. По-моему, он тысяч тридцать стоит. Сколько? По-моему, тысяч тридцать он стоит. Тридцать, 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 тридцать. Нет, не тридцать, конечно. Тридцать шесть тысяч я посмотрел. А дорого, не кажется вам? Кажется. Ну, в целом, да. Насколько я знаю, вообще, по-моему, ну, короче, в общем, когда мы разрабатывали, начинали его разрабатывать, это было точно так. А сейчас, наверное, тоже вообще государство выделяет раз в какой-то промежуток времени сертификат на покупку подобных устройств. Можно компенсацию получить, это понятное дело, да. А, раз в семь лет, вот, да. А вот я, может быть, до конца в этом не разбираюсь, поэтому задаю вам вопрос. Вы в этом деле профессионал-эксперт. А вот скажите, вот, вы как будто бы используете старую технологию всовывания в Tiffle Flash Player вот эти вот карточки с говорящими книгами. А почему нельзя к облаку подключаться и откуда-нибудь… Там есть такая возможность. А, есть такая возможность, да? Да, да, да. Но на самом деле возможность подключиться к интернету появилась как раз вот в этой его версии, потому что до этого у них не было ни, как бы, вот этого мобильного интернета, ничего. Сейчас он, по-моему, даже появился в гости, но при этом… А вообще, кстати, я не знаю. Возможно, я думаю, что дело в том, что, ну, помимо облака, флешка лишним не будет пока, потому что есть как бы налаженная структура, есть вот эти вот самые физические библиотеки, есть возможность пойти найти себе нужную книжку, закачать ее на флешку с компьютера и засунуть, значит, в этот плеер. Зачем убивать фичу, которая хороша, полезна и удобна? Что еще раз это делать? Зачем убирать фичу, которая хороша, полезна и удобна? Ладно, хорошо. А на самом деле я вот смотрю на устройство, и вот у вас на картинках это было. Я не вижу экрана ввода чего-либо, поэтому не понимаю, как можно к интернету подключить устройство. Так, наверное, красная кнопка назад. Ну, просто я представил, что люди с ограниченными возможностями здоровья, слабовидящие пытаются подключить это, и куда они нажимают, не очень понимаю. Ну, вообще, как бы в тот момент, когда надо ввести пароль, там включается цифровая клавиатура, она вводится точно так же вот с помощью вот этих стрелочек вправо-влево. Окей? Да, это не так классно, как вот набирать циферки, но, в общем, как бы ту же самую проблему, например, люди испытывают, набирая пароли от Wi-Fi в телевизоре. Ну, тут как бы с этим пока ничего не поделать. Но при этом есть возможность, в том числе, кстати, через флешку, скачать себе вот эти вот настройки для подключения к Wi-Fi, там к интернету или еще чего-нибудь, выгрузить установочный файл, воткнуть ее в плеер, ну, и как бы загрузить это с флешки. А не кажется вам, что это, в принципе, устаревшая технология, вот эта штуковинка, как вы называете, потому что можно слабовидящему поставить дома колонку Алисы, и Алиса, мне кажется, будет проигрывать абсолютно все. И стоит дешевле. Во-первых, Алису невозможно с собой таскать везде. То есть для того, чтобы Алиса покрыла весь дом из нескольких квартир, ее, наверное, надо поставить в каждую квартиру, и получится уже не дешевле. Во-вторых, Алиса, ну, Алиса в данном случае скорее имя такое, как бы, общее для голосовых ассистентов, а не конкретно про Яндекс, эта технология, насколько я понимаю, до сих пор еще далека от, ну, какого-то прям вот полностью удовлетворяющего все потребности. Ну, и опять же, как я сказал, вот там в самом начале, Алису нельзя притащить с собой на лекцию, поставить ее на стол, нажать кнопку «Запиши мне запись», и она не будет ее читать. И если можно, я просто… Да, конечно, Алексей. Комментирую, здесь просто вступило в противоречие представление о том, что разговаривает и, казалось бы, хорошо для пользователя с нарушением зрения и того, что есть на самом деле. Просто тот Tiflo Flash Player, который был, есть и будет в будущем, он имеет свой специальный защищенный формат в соответствии со статьями авторского права в четвертой части гражданского кодекса и так далее и тому подобное, да. И, соответственно, человек, имеющий нарушение зрения, может либо подключиться к специальной библиотеке через интернет, либо, опять-таки, вот как было сказано, приехать в библиотеку физически, да, и на флешке эти книги закачать бесплатно. Тогда как всевозможные голосовые ассистенты и все прочее, они, мало того, что не портативны, да, они еще подразумевают под собой подписку. То есть, как бы здесь одно другому не противоречит, но сам Tiflo Flash Player, он заточен под спецформат и вот под разрешение для этой категории лиц читать литературу в виде говорящей книги в специальном формате, бесплатно, скажем, безденежно. Ну, хорошо, да, то есть вопрос цены, видимо, играет роль, но мне кажется, что Яндекс готов, наверное, для всех это сделать людям слабовидящим, это по какой-то специальной цене. Вот, опять же, мое предположение. Давайте дальше движемся, будем двигаться, если у нас еще останется время, тогда подискутируем на тему того, кто кому должен платить и за что. Вот, как я уже говорил, что история про инклюзивность, это не только про все сервисы для людей с ограниченными возможностями здоровья, это также и универсальное принятие, и вопросы с языковыми барьерами. Вот у коллеги из Мосру, Юли, в скриншотах были очень интересные доменные адреса, вот мы с Марией Колесниковой заметили, там, моя собачка почта точка РФ. Вот, то есть, как будто бы уже на госуслугах есть универсальное принятие. Давайте на эту тему сейчас поговорим. Мария Колесникова, тебе слово. Ты с этим борешься, борешься, работаешь, работаешь, и скажи, чего удалось достичь последние несколько лет. Всем добрый день. У меня тоже есть слайды. Ну, я бы сказала, что я не борюсь, а мы взаимодействуем с коллегами по нашей отрасли и с разработчиками программного обеспечения, в том числе, конечно же, прежде всего, отечественного программного обеспечения в области поддержки кириллицы. Вообще в интернете, конечно, с фокусом на поддержку русскоязычных доменов и e-mail-адресов. Поэтому, да, у меня вопрос коллегам на МОСРУ. Есть поддержка кириллической почты? Скорее нет. Вот, скорее нет. Это к вопросу о перспективах развития, в том числе в плане инклюзивности. И вот, опять же, комментарий коллеги из студии Артемия Лебедева. Мне понравился вот этот вот пассаж, что они собираются с коллегами, думают о том, что же внедрить в своих продуктах. Вот, сейчас посмотрим, что еще можно сделать. Итак, так зелененькое, да. Ну, на самом деле, я бы хотела поговорить действительно про такой аспект цифровой инклюзивности, как многоязычие. Вообще, я понимаю цифровую инклюзивность как предоставление равных возможностей всем людям по подключению к интернету и его как бы полноценному использованию. И вот аспект многоязычия подразумевает, что такие равные возможности должны предоставляться всем людям, независимо от того, на каком языке они говорят или какой язык для них является родным. И на самом деле, вот эта проблема многоязычия, она очень давно уже обсуждается, в том числе на международном уровне. И многоязычие закреплено как даже один из основных принципов развития современного интернета и как как раз один из приоритетов при реализации инклюзивного подхода. Вот можно посмотреть список документов. Просто я такую краткую подборку сделала. Это ЮНЕСКО и Всемирный саммит на высшем уровне по информационному обществу, Международный союз электросвязи и так далее. То есть многие имеют документы, в которых включены такие положения. В том числе хочу отметить, что последнее время в некоторых документах прямым текстом упоминается необходимость поддержки и интернационализированных доменных имен и e-mail адресов, то есть таких интернет-идентификаторов на национальных языках. И Координационный центр, как регистратура IDN-домена верхнего уровня, домена нашего кириллического РФ, мы неоднократно принимали участие и во многих международных мероприятиях, где эти проблемы активно обсуждаются. В частности, глобальный форум по управлению интернетом. Несколько лет подряд мы участвовали в секциях по тематике многоязычия. И, например, наверное, мне кажется, даже мы чуть ли не одни из первых инициировали дискуссии в области поддержки интернационализированных доменных имен на площадке форума Всемирного саммита по информационному обществу. После нас уже два года вот такие заседания организуют ICANN, например. Почему как многоязычие необходимо учитывать при реализации инклюзивного подхода? Ну, я думаю, не надо напоминать, что исторический интернет у нас развивался на базе кодировки ASCII и, конечно, доминирует там английский язык. Но сейчас ситуация такова, что интернет стал многоязычным. То есть у нас по статистике более 5 миллиардов людей в мире подключено к сети интернет. Из них только полтора миллиарда людей говорят на английском языке, как на родном и как на втором языке. А родным он является только для 380 миллионов людей в мире. При этом, то есть даже по примерным подсчетам, уже две трети интернет-пользователей, подключенных к сети, они используют для работы в интернете совершенно другие языки, не английский. При этом до сих пор количество сайтов на английском языке составляет больше половины всего контента в сети интернет. Для сравнения, на втором месте испаноязычные сайты сейчас с показателем всего лишь 5,7%. То есть с колоссальным отрывом. При этом, что касается русскоязычных сайтов, у нас достаточно длительное время сохранялось второе положение. То есть у нас было более 5% сайтов. Но за последние примерно полгода-год мы снизились на шестое место вообще. То есть на апреле 2024 года у нас шестое место с показателем 4,3%. Причины можно обсуждать. Я бы хотела сказать вообще, что вопрос многоязычия это тема, наверное, для отдельной сессии, секции на РИК, потому что аспектов очень много. Я только по верхам пробегу сегодня. Можно я вот здесь задам вопрос? На всех конференциях говорят, что русский язык второй по популярности в интернете. А вот если ты сейчас назад сделаешь, получается какой раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмой язык по популярности в интернете. Да, как раз упоминается чаще всего два показателя по распространенности языка в сети интернета. Это количество пользователей, которые говорят на этом языке. По этому показателю у нас как раз, вообще по количеству пользователей у нас примерно девятое место, потому что это коррелирует с числом людей, говорящих на каком-то языке. И вот русский язык, на нем говорят 255 миллионов, и занимаем как раз в целом девятое место в мире по распространенности языка. Здесь у меня в статистике восьмое место. Это число носителей языка, для кого русский язык родной. 148 миллионов человек считают его родным. Ну вот, по крайней мере, по данным этой статистики. Тогда вот как же быть с тем, что вот... Вот, сейчас я прокомментирую. А второе место обычно как раз это ссылка к количеству сайтов на русском языке. И я еще раз говорю, до сентября примерно 23-го года у нас стабильно было второе место. То есть вот по этому критерию мы считались на втором месте, а сейчас мы на шестом. Вот. То есть на самом деле такое вот... Вот два, я бы отметила, критерия, по которым оценку ведут. Ну, то есть в любом случае основная мысль в том, что у нас интернет стал многоязычным. Да, и это касается как бы как подключения людей к интернету, так и это должно учитываться в развитии контента. При этом контента на национальных языках. И действительно, контент на распространенных национальных языках, он, конечно, присутствует в интернете. Но в этом аспекте необходимо учитывать и исчезающие языки коренных народов. Например, в мире в целом более 7 тысяч языков и диалектов используются. И 43% из этих языков и диалектов считаются исчезающими на текущий момент. Если посмотреть на Россию, у нас закреплено, что в России используются 277 языков и диалектов народов России. При этом, по данным ЮНЕСКО, 136 из этих языков на грани исчезновения. То есть ими пользуются очень малочисленные группы людей. И ежегодно число носителей, скажем так, сокращается. Самыми стабильными языками являются в основном те, которые используются в системе образования. То есть значит, что новые поколения эти языки изучают. И таким образом сохраняется и культура, и самобытность народов. Но, тем не менее, большое число языков на грани исчезновения. И существуют разные подходы для сохранения, для предотвращения языковой смерти, как говорят. Например, у нас активно развивается сейчас внутренний туризм. Это тоже один из аспектов, который помогает сохранять культурное наследие на базе какого-то языка. Потому что путешественники посещают регион, изучают национальную кухню, быт, какую-то культуру, обычаи, национальные костюмы. При этом они учат и слова из того народа, чью культуру они изучают. Это тоже один из способов сохранения. Так вот, представление исчезающих языков или языков малых народов в интернете, в онлайн-среде, также является одним из подходов к предотвращению вот такой смерти языков. Поэтому это тоже необходимо учитывать. Здесь также хочу отметить, что кроме развития контента на национальных языках, исчезающих языках, есть такой аспект, который вот сегодня тоже мы чуть-чуть уже начали обсуждать. Это учтение языковых предпочтений пользователей при разработке каких-то приложений и онлайн-сервисов. То есть интернет-ориентированных приложений и онлайн-сервисов. О чем речь? О том, что на самом деле мы сейчас обсуждаем проблемы, связанные с ограничением физических возможностей, а наложите на это еще проблемы человека, который должен изучить какой-то язык для работы сети интернет, как второй. То есть у нас сейчас по статистике более 6 и 7 часов в день люди используют интернет. Вот представьте, что все это время на ежедневной основе вы должны пользоваться не своим родным языком, а каким-то вот вторым иностранным языком. Насколько это вам комфортно и так называемый бесшовный подход к доступу в интернет соблюдается при этом или нет? Как можно говорить про инклюзивность? И, собственно, это значит, что все сервисы, особенно онлайн-сервисы для пожилых людей, например, для подростков, для тех категорий людей, у кого есть проблемы с изучением иностранных языков, имеется в виду не английский, а любые другие языки, которые для человека являются иностранными. Так вот, в идеале инклюзивный подход должен подразумевать, что для таких категорий пользователей возможность подключения и использования интернет должна быть реализована на родном языке. Что касается технической реализации многоязычия в сети интернет, то это реализуется на основе использования стандарта кодирования Unicode сейчас. В стандарте кодирования Unicode представлено более 1100 письменных языков на сегодняшний момент, то есть достаточно большое количество. Я подозреваю, что это не все письменные языки, но, тем не менее, прилично уже существуют языков, которые технически поддерживают. То есть имеется в виду, что вы на своем устройстве можете что-то набрать на одном из таких письменных языков. Для поддержки, например, интернационализированных доменных имен и e-mail адресов, которые также являются частью инклюзивного подхода на основе поддержки многоязычия, тоже реализованы стандарты. Причем стандарт по поддержке IDN доменов разработан международным сообществом в 2008 году. Стандарт по поддержке интернационализированной почты разработан в 2012 году. Unicode появился в 1991 году, активно пришел на смену кодировки ASCII примерно с 2001 года. На самом деле реализация многоязычия с технической точки зрения – это, по сути, внедрение существующих стандартов в программное обеспечение. То есть, коллеги, когда вы обсуждаете перспективы развития своих каких-то технологий, продуктов, по сути, вам нужно внедрить те стандарты, которые уже есть, и они до сих пор не сделаны. И вот мне тоже коллега из Мосру понравился, он рассказывал, что они, правильно отметил, что в основном разработчики пытаются гнаться за прогрессом, за какими-то новыми веяниями. А что со старыми? Со старыми оставшимися проблемами? Давайте их тоже дорешаем. И, собственно говоря, координационный центр со своей стороны, как регистратура кириллического домена, мы у себя внедрили на всех своих сайтах поддержку кириллической почты и в тикетной системе. То есть мы, если к нам пользователи будут обращаться с кириллических e-mail адресов, мы можем с ними обмениваться сообщениями. Мы также совместно с нашим технологическим партнером ТЦИ обсуждаем возможность внедрения поддержки кириллической почты в реестрах зон РУ и РФ. Имеется в виду, что регистраторы и администраторы доменов должны иметь возможность использовать кириллические e-mail адреса как контактные при регистрации доменных имен. Это вот у нас обсуждается уже тоже, правда, достаточно долго, но, надеюсь, мы это внедрим. Также координационный центр принимает участие в различных рабочих группах, которые занимаются проблемами многоязычия и, в частности, конечно же, поддержкой интернационализированных доменных имен и e-mail адресов в программном обеспечении. Есть российская рабочая группа, есть региональная рабочая группа по универсальному принятию, международная глобальная рабочая группа по универсальному принятию. То есть мы обмениваемся опытом с коллегами, своим опытом и учимся у них. И в свое время мы в 2020 году, к юбилею домена РФ, запустили проект «Поддерживаю РФ». Проект как раз говорит, он для разработчиков ПО и системных администраторов, то есть для технического сообщества. И мы там стараемся собирать самую актуальную и наиболее полезную информацию о том, как внедрять эти стандарты IDNA и AI в программном обеспечении. Поэтому и совместно с коллегами из российской рабочей группы по универсальному принятию были разработаны рекомендации по внедрению в ПО поддержки кириллических доменов и адресов электронной почты. Эти рекомендации учитывают в том числе правила регистрации доменных имен для всех российских доменов верхнего уровня. То есть не только РФ, но и других. Поэтому если вы хотите погрузиться в эту тему, вот, наверное, стоит начинать с рекомендации. Это самый такой простой короткий документ для первичного изучения. Ну и на поддерживаю РФ еще много другого есть для разработчиков. В частности, у нас есть тестовая платформа. Мы можем предоставлять кириллические почтовые e-mail адреса. Если вы хотите потестировать свои продукты, пожалуйста, мы с удовольствием предоставим. И к нам обращаются частенько разработчики ПО. Мы их поддерживаем. И отдельно еще хотелось бы отметить, что вот говоря про языки малых народов России, координационный центр сейчас вот рассматривает возможность расширения кириллических символов, которые будут доступны для регистрации в домене РФ. Это пока проект. Он только обсуждается у нас. Но, возможно, будет принято такое решение. И в зоне РФ можно будет регистрировать домены не только на русском языке, но и на других языках народов России. Вот это то, что мы делаем. Поэтому. Спасибо. Маша, один вопрос задам тебе. Есть ли у меня домен в зоне РФ и есть почта, которую вы мне смогли сделать? Могу ли я с этой почтой зарегистрироваться на госуслугах? Во-первых, мы не надо нас рассматривать как национальный сервис, который поддерживает кириллическую почту и выдает всем e-mail адреса. У нас тестовая такая песочница для разработчиков, скажем так, касающаяся… То есть мы даем тестовое e-mail адреса на кириллическую только на время. Дали вы мне тестовое e-mail? Я с этим тестовым e-mail… Насколько я знаю, на госуслугах поддержки нет. Я даже года два назад писала в службу поддержки. И мне сказали… То есть мне очень корректно ответили с технической точки зрения. Люди в курсе, но такой поддержки нет. Вот коллеги на МОСРУ подтвердили, что тоже кажется нет. Ну а как же так? Ведь с 1 января 2024 года указом президента на сайте госуслуги можно регистрироваться только с почты, которая находится в национальных доменах. Одним из национальных доменов является домен RF. Так почему же я не могу использовать почту в зоне RF для регистрации на госуслугах? Ну, это вопрос, наверное, не ко мне. Вот мне как раз понравилась идея, что если мы будем… Что отрасль решит, что нужно больше внимания уделять вопросам инклюзивности, и будет принята какая-то совместная программа или какая-то инициатива будет существовать в этом направлении, обязательно туда нужно включить вопросы многоязычия и обязательно учитывать этот момент. И я понимаю… То есть, еще раз, мы готовы поделиться информацией по поводу нюансов стандартов. Я сейчас не буду просто в это погружаться, еще раз говорю. Но, тем не менее, там есть определенные нюансы, но технически это реализуемо. И в России есть сервисы, которые поддерживают кириллическую почту. Вот недавно, например, разработчик панели управления хостингом внедрили у себя поддержку. Прекрасно. То есть, можно создавать кириллические почтовые адреса с доменами. Классно, но у нас есть два огромных почтовых сервиса. Это Яндекс и Мейл. И если они не поддерживают кириллическую почту, значит ее, по сути, не поддерживает никто. Ну, для обычных пользователей. Да, дело в том, что на таком бытовом уровне пользователи предпочитают работать с какими-то бесплатными почтовыми сервисами. Легко зашел в веб-интерфейс, зарегистрировал ящик, все, ты прекрасно им пользуешься и так далее. Ну, я как бы хочу сказать, что с ВК мы тоже взаимодействуем. Вот, ждем от коллег анонсов. Надеюсь, скоро они внедрят такую поддержку. С Яндексом как бы несколько раз общались, но у нас нет информации о том, внедряют они поддержку или нет. Но, что касается этих сервисов, сразу хочу отметить. И касаемо использования российских доменов верхнего уровня в почтовых адресах. Первое. Во-первых, вы должны понимать, что бесплатные почтовые сервисы – это быстрая регистрация e-mail адреса. И сейчас они у нас в доменах каких? Точка mail.ru, собачка там у нас mail.ru идет, собачка Яндекс.ru. Это латинские домены. Я думаю, вряд ли коллеги… Ну, вот это была бы вообще идеальная картина, если бы они сделали себе домены там почта.рф и, не знаю, Яндекс.почта.рф или какой-то другой такой классный домен в зоне РФ. И прям давали адреса полностью кириллические. Но сейчас на текущий момент речь идет о бизнес в основном пакетах, которые эти сервисы предоставляют для людей с доменами в зоне РФ. То есть у меня есть свой домен, я хочу в нем, собственно, зарегистрировать для своих сотрудников e-mail адреса на Кириллице. Домен у меня уже есть. Мне осталось только получить вот эту локальную часть на Кириллице. Вот это касается бизнес-пакетов, поэтому там такой поддержки нет. То есть там сейчас можно в Яндексе поддержка, насколько я понимаю, есть, но до собачки у вас будет латиница. Я понял, хорошо. То есть авосыны не там. Ну, нет, несколько лет назад очень много было разговоров, что проблема стоит на месте и никак не решается. Сейчас это не так. Во-первых, очень много опенсорсного софта, который внедряет эту поддержку. На самом деле на международном уровне работают коллеги. Честно говоря, Gmail, по крайней мере, обмен сообщениями с такими e-mail адресами поддерживает с 2014 года вообще-то. Как бы это работает. Microsoft два года назад внедрил всю эту поддержку. Ты какие-то названия называешь? Я понимаю, что зарубежные, но я говорю про зарубежные сервисы. Нам, конечно, нужно реализовать это в российских сервисах. В большем масштабе. Прямо как будто ты из ГДР приехал или как это называется? Я просто общаюсь с коллегами из региона. И во многих странах, конечно, это до сих пор популярные сервисы. Нет альтернативных. Рассказываешь то, чего мы не знаем совсем. Не знаю. Очевидные вещи. Все это очевидные вещи. Я шучу. Я понимаю. На самом деле мы просто не один раз эту тему обсуждаем. И правда. И пытались и с Яндексом, и с Mail.ru рабочие группы собирать. Но, видимо, пока не будет государственного пинка, ничего не произойдет. То есть, возможно, ждем информацию и интерес. Вот у нас и новый термин возник – государственный пинок. Но я хочу сказать, что вот с коллегами из ВК мы взаимодействуем. Ну, хорошо, но это же в губ. Я молчу. Все. Давайте, Алексей, к вам перейдем. Алексей Любимов, руководитель проекта департамента цифрового бизнеса ВТБ, специалист по невизуальной доступности продуктов в электронно-цифровой форме для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Алексей специально прочитал вашу должность полностью, для того, чтобы коллеги в зале и на сцене понимали, какими масштабными проектами вы внутри ВТБ занимаетесь. Вы знаете, что у вас есть презентация? Спасибо. Нет, я решил без презентации, поскольку тема доклада, тема выступления – это история возникновения работы над доступностью для лиц с ограниченными возможностями здоровья в России. И в презентации перечислять нормативно-правовые документы, на которые все это опирается, мне показалось скучным. Поэтому я пойду немножко по другому пути. И вот неоднократно замечаю, и сегодня это тоже такой красной нитью прошло через все доклады. Мы говорим об инклюзии, мы говорим о тех, кому нужно что-то специальное, но в основном речь все время заходит о пользователях с нарушением зрения. И где бы разговор о цифровой инклюзии, о цифровой доступности бы не заходил, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, все равно вся дискуссия сваливается в обсуждение скринридеров, доступности кнопок и так далее и тому подобное. И возникает один простой вопрос. А почему? Где остальные? Почему мало говорят о людях с нарушением слуха? Сейчас стали говорить о людях с дизлексией. Где остальные? Где те, кому нужны специальные возможности и так далее? И здесь хотелось бы очень коротко пройтись по таким вехам, чтобы было понятно, откуда и почему сложилось так, как оно сложилось. И из этого можно будет, ну как мне представляется, сделать какие-то выводы, как это направление будет развиваться в ближайшее время. И здесь хотелось бы вспомнить, что первый международный стандарт по веб-доступности, он вышел от консорциума W3C в 1999 году. А скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь может предположить, если мы берем категории, вот те, которые были в первом докладе перечислены, люди с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательный аппарат, нарушение эмоциональной волевой сферы. Кто первый из этих категорий сел за компьютеры, пошел в цифру и для кого появились ассистивные технологии? Как вы думаете, из зала можно? Нет, кто первый? И какой примерно это был год? Это были слепые 1990 год. Если кто помнит, тогда был ДОС, Нортон, Коммандер и так далее. Ассистивные технологии появились ровно тогда. И эта категория, она первая получила эти технологии в системе образования. Эта категория первая почувствовала вкус цифровизации. И не только вкус цифровизации, это развязало руки, это дало возможности самореализации, то есть это новые профессии, новые рабочие места и так далее. И поэтому категория лиц с нарушением зрения, она до сих пор является локомотивом вот этого движения за доступность. И дальше, тут можно вспомнить компанию Яндекс, которая в 2004 году попыталась сделать свой поиск доступным, опять-таки, для слабовидящих. Потом у нас, вот большое спасибо российскому интернет-форуму с 2008 года регулярно, по сей день поддерживает эту тематику, выделяет секцию. И на эту тему, там этот вопрос стал подниматься. И первые, кто занялись воплощением доступности для всех категорий, там каждый, кто как мог, там кто-то русский жестовый язык продвигал, сурдоперевод продвигал, кто-то ясный язык продвигал и так далее. Это были общественники, некоммерческие организации, потому что они работали с этой категорией людей, они понимали, что им надо и какие преимущества идут за цифрой. Но где-то с 2012-2014 года происходит перелом, в это поле приходит государство. И государство приходит не потому, что государству стало интересно тема accessibility. Государство пришло по норме права. Если есть гражданин, он должен получить цифровую услугу. Тогда уже в 2012 году уже был портал госуслуги. И государство обязано было на это как-то повлиять и сделать цифровое получение государственных услуг доступным. И где-то, начиная с 2015-2016 года, в эту тематику потихоньку приходит бизнес. И бизнес приходит по одной простой причине, что та аудитория, которую бизнес мог собрать, он уже собрал. Остались аудитории условно 55+, остались всевозможные инвалиды, остались те, кому нужны хоть на какое-то время специальные возможности. Да, это и мамы с детьми, и временно потерявшие трудоспособность, руку сломал, ногу сломал и так далее. И они стали захватывать аудиторию. И здесь уже бизнес понял, что аудитория платит рублем. И выяснилось в многих интервью, если внимательно подслеживать интервью тех компаний, которые занимаются доступностью, они время от времени очень аккуратно проговариваются, что по некоторым подсчетам в год, за три года, оказывается, что категории… То есть если у них есть метрики на лиц с инвалидностью, это, как правило, внутренние метрики, которые у каждой компании свои подходы к решению этого вопроса. Но, тем не менее, свою аудиторию они знают. И выясняется, что эта категория, она платежеспособна, и она по некоторым показателям зачастую превосходит, что называется, условно здоровых граждан. Она выгодна, потому что те же самые доставки из магазинов. Хочется вам, не хочется, дождь, снег, вам жалко 100 рублей, вы встали и сбегали за хлебом в ближайший магазин. Тот же самый инвалид-колясочник, он с пятого этажа без лифта не сбегает. Он воспользуется доставкой. Это деньги, это аудитория. Плюс уже сюда дополнительно навешивается и благотворительность. Ой, благотворительность, социальная ответственность, извините, я оговорился. Вот, и на самом деле, то есть вот это вот, где-то 16-й год был переломный. Сейчас у нас вот это вот направление по доступности возглавляют две отрасли. Это финансовое государство. Потому что я знаю, что вот МОСРУ работает, госуслуги работают, то же самое Сбербанк, ВТБ, МТС. То есть это лидеры, которые что-то делают, и у них довольно-таки, ну, у всех вместе, да, очень неплохо получается, и можно с результатов этих компаний, соответственно, брать пример. И последнее, что здесь хочется сказать, я на самом деле очень рад тому, что вот Юлия Танова сказала по поводу того, что версии для слабовидщиков наконец-таки пришел конец. Я ждал этого лет 10, потому что, опять-таки, еще на российском интернет-форуме, где-то в 2012 году, в 2011, мы объясняли, показывали и доказывали, что вот эта игра в толерантность, что как бы не называть категорию слепых пользователей слепыми пользователями, а называть всех слабовидящими, она до добра не доводит. Потому что, как показывает практика, опять-таки, когда мы уходим в разработку, когда у нас идет речь там о написании требований, о дизайне макетов, о непосредственно самой разработке, когда у нас фокус сотрудников переключается с понимания, что у слепого другие паттерны поведения в интернете, он по-другому ведет себя в цифре, он работает только с клавиатуры, у него есть определенные особенности восприятия построения слов, чисто фонетически. Кто-то работает с бралевским дисплеем, а не со скринридером, не с синтезатором речи. Это вообще отдельная песня. А всех оптом называют слабовидящими, а слабовидящие в понимании, в таком обывательском, это все-таки человек, который чего-то видит. И поэтому можно чего-то где-то не доделать или сделать по-другому, или забыть про поддержку с клавиатуры, оставить только мышь. Вот тут уже становится очень и очень больно. Поэтому я очень надеюсь, что мы переходим с одной стороны все-таки к пониманию процессов реализации доступности в цифре по-настоящему, не откупаясь от пользователя вот этими вот псевдо-версиями для слабовидящих. Вот. Ну а с другой стороны, у нас на самом деле на сегодняшний день уже сложилось довольно-таки большое количество специалистов, которые, поработав в одной компании, поработав в другой компании, так или иначе зацепили тему accessibility, да, и даже если они уйдут в какие-то частные мелкие компании, опыт у них останется, это потихонечку будет расползаться. Поэтому самое лучшее у нас с вами еще впереди. Спасибо, готов ответить на вопросы. Спасибо, Алексей. И спасибо большое, что уже столько много лет вы продвигаете эту тему. Это действительно очень важно. И давайте перейдем к финальному докладу сегодня, а то все-таки запах кофе-брейк дает о себе знать. Наталья Перепелкина, руководитель продуктов B2G, образовательной компании NETALOGIA. Наталья, что вы у себя в компании делаете для того, чтобы развивать тему инклюзии? Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Наташа Перепелкина. Я руководитель продукта в направлении по работе с органами государственной власти компании NETALOGIA. Кто же такая NETALOGIA? Мы, собственно, делаем образование, онлайн-образование для взрослых людей. Мы, это техкомпания, одни из лидеров отрасли. И, соответственно, мы, как и тех, соединяем в себе таких два важных пункта. Это, с одной стороны, IT, а с другой стороны, образование. И вот про IT и инклюзию сегодня было сказано много. Поэтому я, наверное, сосредоточусь на нашей второй стороне вопроса. Это образование. И сегодня такую тему затронем, как обучение и трудоустройство для людей с ОВЗ. И здесь важно, что это обучение в онлайне и обучение именно диджитальным специальностям, а не кассир и же с ними, которые предлагают людям с ОВЗ в ЦЗНах. Едем дальше. Начну с нашего кейса, который у нас уже есть. Мы его уже реализовали. И в 2023 году мы вместе с партнерами МТС-AI, Интехлаб и Антон тут рядом запустили первый инклюзивный онлайн-курс по разметке данных для людей с РАС. Немножко о том, с чего все началось, почему для РАС, почему по разметке данных. Потому что к нам пришел Интехлаб и рассказал о своем кейсе, когда у них успешно прошли стажировку два человека с РАС и, собственно, стали разметчиками данных. Я попрошу вас не разговаривать, пожалуйста, это немножко мешает. И, собственно, они стали успешно разметчиками данных. Пришли к нам с идеей, а давайте сделаем курс. Мы, на самом деле, уже работали с аудиторией людей с ОВЗ в рамках, например, проекта цифровые профессии. Но это была какая-то точечная история. То есть, условно, мы вот этого человека слепого по IT-профессии доводили за ручку. А тут у нас действительно появилась такая возможность создать курс для конкретной аудитории. И, собственно, мы решили делать. Потом к нам присоединился МТСА. Это тоже люди, которые, собственно, занимаются разметкой данных и делают продукты в сфере искусственного интеллекта. И фонд Антон тут рядом. Это замечательные ребята из Питера, которые, собственно, занимаются людьми с РАС и помогают им жить в нашем мире. Собственно, мы создали курс, в котором мы, с одной стороны, бесплатно, и это важно, обучаем студентам разным видам разметки. Это текст, аудио, видео, изображение. Звучит легко, но на самом деле хорошие разметчики на вес золота. Мы рассказываем в целом людям, как начать карьеру в разметке, как адаптироваться в компании, потому что у людей с РАС могут быть совершенно странные, непонятные, возможно, для нас переживания. Они не понимают, например, почему в момент кола на работе нельзя просто взять и ответить на звонок, никому ничего не сказав. Да, вот такие вот даже штуки мы, собственно, с нашими студентами разбирали. И, собственно, лучшие студенты получают возможность сташироваться у наших партнеров. Результаты нашего проекта. Сразу скажу, что для тех эти результаты в целом по рынку, они классные. А у нас еще и инклюзивный продукт. У нас было 92 студента, 56 выпускников и 12 студентов либо получили стажировку, либо получили стажировку и уже успели выйти на работу. Собственно, как мы подходили к разработке этой программы? Еще раз повторюсь, что методики создания программ для людей с ментальными особенностями в онлайне, а не в оффлайне, их вообще в целом нету, не существует. Поэтому мы делали все, собственно, с нуля. Мы провели, во-первых, КАЗДЕФ нашей аудитории, поговорили с этими людьми, которых мы собираемся учить. Мы проконсультировались с специалистами из фондов, в том числе Антон тут рядом, очень сильно нам помогли. И мы опросили IT-компании, да, вообще, что им нужно, что эти специалисты, разметчики данных должны уметь. И в итоге, на самом деле, у нас получился такой заботливый, прекрасный продукт, где мы буквально в индивидуальном обучении тоже доводим каждого. И круто, что он случился, и круто, что люди действительно смогли, то есть у них получилось дойти до конца, да. Потому что вначале вообще стоял вопрос, а реально ли обучить человека сразу в онлайне. И да, реально, наш кейс это показывает. Но на самом деле это не самая главная проблема. И мы это поняли, когда мы уже как бы решили делать проект, уже зашли в него, и обратной дороги не было. Поэтому сейчас мы работаем над более масштабным проектом. Это проект в целом сопровождаемого обучения и трудоустройства для людей с ОВЗ по диджитальным и IT-специальностям. Еще раз, в чем у нас есть проблема? Проблема, с одной стороны, в людях с ОВЗ, которые, во-первых, боятся выйти на какую-то новую работу. Во-вторых, диджитал это что-то страшное, непонятное. В-третьих, в целом, есть ощущение, что, ну, короче говоря, вот с этой их боязнью мы очень сильно работали у нас на курсе. А с другой стороны, у нас есть работодатель, который в целом боится себе нанять человека сразу. Он не понимает совершенно, что с ним делать, да. И мы с этим столкнулись в частности, потому что, когда мы поняли, что мы хотим трудоустраивать не только к нашим партнерам, у которых были такие кейсы, да, МТС, Интихлапа, хотим трудоустраивать в какие-то другие компании, мы поняли, что компании просто боятся и тоже к этому не готовы. В итоге все боятся, да, вроде обучение оно есть, а вот эта конечная цель трудоустройства у нас никак не закрыта. Вот, поэтому случился такой проект, в котором мы хотим закрыть вот все вот эти проблемы. С одной стороны, мы хотели бы провести исследование диджитал-профессий, да, понять, собственно, каким людям с каким типом инвалидности подойдет эта или иная диджитал-специальность. А с другой стороны, спроектировать и адаптировать учебные курсы как со стороны методики, так и с IT-стороны. Да, наши платформы и так далее. Привлечь студентов из НКО. Важно, что мы стараемся набирать студентов не просто извне, а из каких-то организаций, потому что так мы можем сопровождать студентов более эффективно. Что дальше делаем? Обучаем наших студентов и дальше мы привлекаем работодателей. И, собственно, проводим обучение также для них, а как вот этого человека с ментальными особенностями у себя адаптировать получше и как этого не бояться. И, собственно, дальше помогаем с трудоустройством студентов и сопровождаем его до того момента, когда он уже выходит на трудовой договор. В итоге получается такой проект, в котором мы, собственно, заботой и поддержкой относимся и к сотруднику будущему, с РАС или с другими ОВЗ и его работодателю. И вот именно такой подход хочется видеть, когда государство или не только государство, а какие-то другие техни и техкомпании говорят о том, что нам нужно обучить людей с инвалидностью. Вот когда вы думаете, что вы хотите кого-то обучить, вы сначала подумайте, кого вы хотите обучать и, собственно, подумайте, как это эффективнее сделать. Мы предлагаем вот такой подход. У меня все. Спасибо большое. Спасибо большое. Наташа, очень классный продукт. Расскажите, а сколько это стоит для учеников? Ноль. Вот, это отлично. Это стоит ноль, но такие проекты не делаются одной компанией, поэтому мы делали их в партнерах. Здорово, что вы это делаете бесплатно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо большое всем спикерам, всем участникам. Нам нужно заканчивать. И на вопрос у нас совсем не остается времени. Меня тут в чатах подгоняют. Оказывается, мы очень долго с вами засиделись, потому что секция получилась очень интересной и насыщенной. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли и рассказали о тех вещах, которые делаете у себя в компании, какие гаджеты создаете и вообще продвигаем эту тему. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ